всем привет друзья мы тут продолжаем эту эпопею до многосерийную многомесячную сейчас я заходил тут такая красота сзади сейчас покажу смотрите вообще как в этом как музее почти ну что-то старая осталась еще но у вас патриот легендарный 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 в общем ремонт продолжается как мы его оставили на этом подъемнике какой-то мотор снизу не его позвонил мне андрюха говорит приезжай сейчас все увидишь короче была куплена новая голова и она оказалась не совсем ровная ну и плюс клапана тоже все новое она тоже не держала редко это не кондитика скорее всего продают заводской упаковки с каким он прибором работают елки ну да это чтобы не вручную да а это то что андрей не говорил про прихлопывание на этом патриоте можно будет в космос лететь после окончания работ а где от него мотор вот это мотор так остался а еще передний мост не стоит вот он лежит после мотора шумоизоляция какая то есть даже да не легенда какая давай уже горбуна сюда гнать подъемник пока свободны тоже стоял до стеной но горбатый но не запорожец москвич горбатый тот который 401 рассказывай подробно изначально короче угол вот если посмотреть на рябольный сеголь да оно имеет вот такую одну просто плоскость одну плоскость ну вот так вот да ну да один угол один угол да а сейчас в этом угле в одном делается чтобы такое было ребрышко и это ребрышко 90 градусов ребро нет не 90 короче если взять 45 за основу да а я понял 60 и 30 то получится короче посредине вот эти 45 тоненькой каемочкой не понял да да я понял только так меньше плоскость прилегания или это лучше меньше меньше и что так это ж хуже нет это сильнее прилегание это лучше конечно блин древние бородатые времена это делаем это 4 или 3 угла нет мы сделаем 2 не смотреть но основу вот так вот это спец а я понял для каких то врача так что она была ты говоришь не очень с завода да это вообще не очень с завода полный провал так сейчас под 99 бензин уже она вот так это близко все потому как Андрюха сверлил на открытии сезона на этом моторе это мотор неплохой так друзья это вторая часть логова этого электрического буханку кто не видел показываю доведено до идеала все ну салон тоже заказчик будет сам дорабатывать но едет она четко есть там на канале видео посмотрите как двери закрываются Андрюхин УАЗ снят с подъемника уже я надеюсь скоро поедет вот печка таких размеров мама не горюй чьи то колеса совсем не маленькие ну и конечно Мерседес 129 просто раритет на сегодня он и в 90-е топовым автомобилем было сейчас так вообще фантастика скоро можно будет в классических ралли участвовать наши поехали ну будут ехать ралли Монте-Карло два запорожца зарегистрированы Макс прислал ссылку есть информация в интернете посмотрите интересно очень сначала что-то кто-то мне там рассказывал я еще не смотрел так только бегло пробежался что наши хотели не хотели регистрировать или что-то не хотели допускать потом посмотрели на машину вот выпуска и решили допустить да 129 крутой да а тут полный инжектор же да ну тут КАЕДЖИТРОНИК а КАЕДЖИТРОНИК а вон же головка да КАЕДЖИТРОНИК и что четко работает да да удалось удалось оживить да да идеально ровно вообще заводи не буду кх водяк уже не сделал так же киэджиттоник в режиме прогрева такая вот кишка да в режиме прогрева заливает топлива много да получается не много не так что как бы нормально все равно водяк будет КАЕДЖИТРОНИК КАЕДЖИТРОНИК раз 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 вот этот подготовился серьезно к зиме блин это жесткий андрюхи они все жесткие блин ну оставь поэта это же этот это же колода топор у тебя какой-то серьезный ты по технологии рубишь да короче у него подход технологичный ко всему не так ты и дрова по мануалу рубишь не только машины чинишь охренеть вообще а чего что это за дерево вот это дуб ну да что-то полегче уже проскололась 20 раз слышишь так вы собрали полностью мост тут не поймешь да говорит все по книжке вот это вот такой должен быть ну да ну ладно сейчас я пойду боевые ну да как как должно быть что-то сильно уже смотри вот сейчас но чуть-чуть есть маленького вот вот мы вот тут на микрометре устанавливается хотел бмв люфт сравнить но тут нельзя добраться слышки это гранаты вообще маленькие ты посмотри как они экономят стали так что-то не возьмешь это в условиях когда вы тут все закрыто нельзя так нельзя добраться а наша полноприводная лишь ого вот возьмись так редуктор переднего бмв смотри в левого права крути ну плюс-минус похоже да можете продается шайба говорит регулировочные три размера только так вытащили да поставили по размеру которая бы подошла понял примерно потом вымеряли разницу я понял и и вытащили уже четкую и все получилось да и спереди то же самое это уже старая шайба что-то с ней про это она грызил кто-то грыз мыши может были ночь вот это вот новенькая заводская вот это вот тоже видишь у нее есть место упора вот тут плоская страшно даже спрашивать бюджет этого уаза колец короче покупалась разных чтобы выбрать блин оптимальный зазор и все кольца разные все разные вообще вот судья это один производитель это второй там стоит третий вот четвертый производитель да ну ладно тоже кольц да тоже искусство а с поршнями были и что остались пока поршня подожди тоже новые или это другие а это тоже запасные это короче я понял смотри в мае с проточила блок так под поршня которая моим дали так мы повтыкали внутромеры все дела блин не в зазоре в мае заднюю не дает вот говорит у меня таблица вот допуски я ради проточил я говорю ну ты что не вижу но будет изначально жрать масло сразу кольцо расстояние термозазора очень неправильно большое большое да за допуском чуть-чуть почти впритык но за так это она новая да чуть поездит она уйдет сразу мы сразу перешли на другую категорию поршней а тут в размере идет категория я понял понял да там чуть-чуть который перешли на категорию уже кольцо в допуске но в самом конечном диапазоне в самом конце диапазона ну тоже неправильно получается 20 тысяч проедет машина и его начнет халок масла и мы поставили в самое начало диапазона вот этим что мы подбирали кучу колец ну почти подход у вас жесткий да не жесткий а правильно так как лапа нашу все голова кривая была ты говорил мне залили все текут вот новая головка она была в сборе собрана залили все текут все и плюс кривая да да классные запчасти продают нет это запчасти какие-то лима но я уже говорил даже ты говоришь скорее всего вряд ли это такая некондиция которую пакуют где-то дома в гаражах мы с ней если поработать то она попадет не ну купить новая да и упражняться ну во первых она завода даже вот не вот такая вот блестит полированная ну шлифованная да а реально такая как под прокладку спаранита а у нее прокладка в этой машины железная я понял она должна быть это головочка как идеально все кошка конечно она вся каких-то там раковинах не при не прижмёт нормально это что же от уаза все да андрюх это какой-то защиты бака вы сделали дали а привели в порядок просто и работает там где была порвана подворили все будет на месте труба берет сверху теплый воздух и гонит в это помещение ну да ну еще пока не сильно ну а потом ощутимо да конкретно вообще выражается температуру в обоих залах я уже думаю радиатор поставить печка от x5 ашу дополнительно еще грел это жестяк а шо это за топор специальный с механизмом нашу механизм помогает да можно при ударе вот так вот делает чик я понял это за счет аппарата конечно конечно невозможно размер компрессора андрюха что это за размер компрессор компрессор такой ого это чтобы уже нормально чтобы хватило точно слышишь а что здесь у тебя запчасти да то что не подошло называется прокладка у это еще у него какая-то бмв да похоже а вот еще тут а тут у тебя бы у да короче логово серьезное здесь был продать прикольный сюжет до хороший да да вообще про про что про автомобили про прокачки смотри внимательно что ты задумал свет включать так хорошее колесо скажи да читаем название да ну ладно в этом какой-то импортный мишелин да вижу ну новая ты видишь меня ну да да новая пробивая сколько стоит это колесо ну дорого что пробиваю 255 55 r19 его это хорошее это на бмв наверное да сейчас посмотрим сколько стоит ну чья чья то там италия германия может быть так тридцать седьмая неделя девятнадцатый год я вижу венгрия так друзья ну прервал я посмотрел цену 7081 гривна это около 300 долларов колесо рассказал андрюха историю купили летом и говорит на этом колесе дисбаланс 380 грамм на одной стороне и не сдать не поменять не вернуть не получилось и одно купить нельзя докупить такие сюрпризы вот вам и мишелин не тяжелая так вообще колесу ну в общем я имею ввиду что такой дисбаланс был какой-то брак заводской явный на новом ровном диске такая вот проблема неприятно что мишелин бывают пробелы у всех проверяйте сразу при покупке этот маньяк не только уазы чинит новый x6 какой-то вопрос то то со свежими машинами серьезными проблемами можно обращаться а дизельный кстати 30 что-то там засветилась потом спросим все по-русски пишет да вот у меня есть устройство уже уже есть просто тормозуха и проблемами тормозной жидкость это она типа умная все знает да весь вопрос да даже знает когда чтобы она не писала течение 12 месяцев 20 вот она написала после нового года какая умная техника да это вам не горку такая машина так тормозная жидкость пока еще моторное масло 4 да машины сильно поменялись что тут скажешь вон 2000 год впереди стоит моя и 2000 какой-то тут 17 18 машина еще друг другой уровень так серьезный прибор серьезная модель чтобы оно все было четко хотя бы примерно совпадало вертикально ставим он протечет андрюха когда он заехал я наверно вы наверно не думали что вас ждет да с этой машины притирает а прихлопывает так а в чем вообще что ты не крутишь клапан влево вправо ну а что ты его забиваешь так вот и что оно дает притирает вот именно вот так вот а не вот так вот вертикально притирает вверх вниз да так а вращения вообще нету есть вращения но основное от удара притирка идет что это лучше намного ну конечно вот так на заводах на станках вообще то идет они не прирезают там нет такого понимания там либо идет точная обработка ну мы видели эту точную обработку ну мы не видели вы рассказывали про это не прихлопывают и не прирезают вообще ничего не делают не считают что они на станке все точно у них все понял имитирует имитирует работу клапана ну понял да 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 им имитация работы клапана на разных оборотах вот это а ну я понял туда надо маленькую пружинку кидать наверное давай подход к работе серьезный 300 евро вот этот набор 286 но я округлил там доставка же еще вот это она такая получилась за счет вот эту вот это хромированная листь матовая часть какая массово матовая основная да уже пусть и еще остатки вот притирки этого которые зовут притирал еще чуть-чуть да нормально а у капиталистов как это завода они же наверно более ответственно относятся это же у них вот это то что я говорю есть станок который привязать просто поставили новые клапаны и все да то есть там угол типа примерно совпадает не американцы это mercedes бмв сложно именно новый мотор разобрать но сейчас в принципе уже большинство новых машин которые делать делать начали так как японцы делают японцы они первые начали делать вот эти три угла 45 основной 60 и 30 вспомогательных и она эффективность выше намного до понял принять вообще скорость мужем а сколько сокращение интересным жилку подыграешь короче читать технических и будет ее выклипает прямо как положено там видно уже на одном уровне полосы пришлопа на контейн на одном уровне по высоте седла где кантик идет прилегание плюс-минус плюс-минус да не супер точно ну да 45 ставится поле там окрашенную видим да сейчас сразу увидим дело берет слышь какой звук а живет металл так и мягкая относительно ну нежно так нежно до более правильное слово сейчас закрашиваем обратно и вяжем вторых вот этот набор это копия американского милая первые американцы начали делать они самые продвинутые да да не в токаре эти все вещи были просто по размерам имеется ввиду в массовом плане это когда вообще до широкодоступном советского союза не стало вот у нас она полы появилась вообще это все делали токаря вот эти головки были короче у токарей которые маленькие станки не знаю меня не было ну не было ты не брал этот инструмент значит но эту инструменту этому тысячу лет ну не тысячу но много а вижу да да вот это угол 60 градусов берет низ синего да 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 видишь ну да уже теперь он уже сейчас вверх будет грызть теперь вверх и все да и все и останется синенькая полосочка следующий угол 30 до поле прилегания синего она тоньше будет это будет рабочая рабочее поле до клапана угол 45 красиво как понял у меня только емочка и есть пятно контакта клапана и шо теперь стрелять ну теперь переходим следующим следующим и потом все клапана он поставит намажет пасты и по очереди их одни все не поставят может прожимку надо перекидывать по одному и может сейчас стрельнуть может как у все равно вытягивать пилот а Красиво, а ну сейчас, а вытереть надо? Если долго валить, оно сейчас, короче, тоже такая сироченная будет. Да, красиво получается. Да, топор волшебный, да нет, да ты наверно сильный. Это у Андрюхи мобильный, так звучит. Так, ну что, друзья, все, в принципе, ждем завершения работ по двигателю. Я думаю, ближайшая неделя-две уже будет все, все узлы агрегаты собраны. Но это не отсюда, двигатель вот он, осталось собрать двигатель. Мосты готовы, все готово. Поставить его, собрать, точнее собрать, потом поставить. Ну и должно быть все идеально. Поршня развешены по граммам, кольца подобраны. В общем, подход медленный, но так как должно быть все. Ну, такие запчасти, такое все непростое. Четыре комплекта колец. Новая головка полностью надо делать. Вы уже поняли. В общем, так работают. Ну, эти все по-разному, кто-то быстрее бегом и вперед. Тут немножко по-другому. Ну и машины чинятся новые любые. В общем, можно обращаться. Всем пока, до встречи. Подписывайтесь, делитесь. Увидимся. Увидимся.